Всем привет! С вами Ира и канал Готовим с Любовью. Сегодня готовим очень вкусный и красивый салат. Креветки под шубой. Подготовим креветочки для салата. Я взяла 350 граммов креветок, разморозила и заливаю кипятком. Оставляю буквально на 5 минут. Воду слила с креветок, теперь почистим их. Легко чистится, без всяких проблем. Мне нравятся креветки, вообще мне нравится салат с морепродуктов, я их просто обожаю. Поэтому готовлю и с вами с радостью поделюсь этим рецептом. Можно, конечно, взять и маринованные креветки, но с отварными креветками намного вкуснее и нежнее салат. Для салата нам нужны будут следующие продукты. Очищенные креветки, 4 отварных яйца, 150 граммов консервированной сладкой кукурузы, 200 граммов крабовых палочек, 100 граммов сыра, соль, перец добавляем по вкусу, салат заправляем домашним майонезом. Для украшения я использую 10 отварных перепелиных яиц, немного креветок и, конечно же, красная икра. Отварные яйца натерли на крупной терке, сыр на мелкой. 14 креветок оставила для оформления салата, остальные нарезаю небольшими кусочками. Не знаю, я стараюсь на Новый год постоянно готовить морские салаты. Нам они очень нравятся. В повседневной жизни я не часто их готовлю, но на праздники всегда стараюсь приготовить. Мы любим эти салаты. Крабовые палочки нарезаем кубиком. Заправлять салат я буду домашним майонезом. Давно уже не покупаю. Готовится он меньше двух минут, а получается очень вкусно. Советую приготовить. Рецепт есть на канале и будет в ссылочке под видео. В описании. Начинаем сборку салата. Первый слой это половина отварных яиц. Разравниваем. Еще немножко добавим. Блюдо я беру большое, широкое. Это центральный салат на праздничном столе. Поэтому нужно брать блюдо побольше. Следующий слой у нас крабовые палочки. Выкладываем. Немножко крабовых палочек оставляем для слоя с креветками. Креветок у меня немного, поэтому немножко оставим. Перемешаем креветки с крабовыми палочками. Разровняем. Салат не солю, так как соли здесь предостаточно. Креветки солили. Наносим слой майонеза. Очень быстро и просто. Салатик не требует пропитки. Его можно приготовить и сразу же подавать на праздничный стол. Следующий слой консервированная сладкая кукуруза. Жидко составляем. И разравниваем. Сверху быстренько наносим слой майонеза. Следующий слой у нас креветки с остатками крабовых палочек. Разравниваем. Нанесли тонкую сеточку из майонеза. Теперь выкладываем остатки отварных яиц. И разравниваем. Немножко уплотняем салат. Так как у нас остался последний слой сыра, этот слой мы не будем смазывать майонезом. И он будет таким пушистым на нашем салате. Поэтому нужно уплотнить салатик. Разравнять. Это очень важно. И нанести последний слой майонеза. Салат собран. Теперь выкладываем верхний слой сыра. У меня сыр моцарелла. Он очень нежный. Мы его любим. Я добавляю его и в салаты. И, соответственно, в выпечку. Теперь берем перепелиные яйца. И разрезаем пополам. Это наш декор. Теперь выкладываем перепелиные яйца сверху. Десять перепелиных яиц разложили четко, как в аптеке. Теперь выкладываем креветочки. Надеюсь, хватит. Руки дрожат. Хватит. Теперь по центру выкладываем красную игру. У меня одна столовая ложка с горкой. Не спеши. Это как вишенка на торте. Надеюсь, хватит. Потому что больше икры нет. Вы представляете этот салатик на праздничном новогоднем столе? Бокал шампанского. Как это вкусно. Если у вас есть зелень по краю салата, вот именно в четырех углах можно украсить зеленью. У меня петрушка оказалась. Вот такая красота. Ничего лишнего. Можно, конечно, зелени чуточку больше добавить. Что я и сделаю. Чтобы салат был ярче, бросался в глазки. Готовьте на здоровье. Готовьте в удовольствие. И пусть ваш праздничный новогодний стол будет самым красивым и самым вкусным. А я вам в этом буду помогать. Снимаю пробу. На этот раз я беру серединку. Серединка самая вкусная. Какой же вкусный салат. Не нужно здесь ни соли, ни перца. Обалдеть. Кто-то скажет, поковыряла. У меня такая работа. Пробовать. Праздничный салат готов. Всем желаю удачного приготовления и хорошего предпраздничного настроения. С вами была Ира и канал Готовимся с любовью. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok